Сегодня в России отмечается один из самых трогательных праздников – День Учителя. Для многих из нас этот праздник связан с воспоминаниями о бантах, букетах и советском прошлом. Кажется, это исконно наш советско-российский праздник, а между тем это не так. 5 октября День Учителя отмечается в большинстве стран мира. Называется World Teachers Day. И все-таки мы были первыми. Впервые праздник отметили в Советском Союзе еще в 1965 году. Правда, поначалу он приходился на 29 сентября. И только через 30 лет был установлен Международный День Учителя. Сегодня принимают поздравления миллионы учителей по всему миру. Не стал исключением и наш округ. О тех, кто с детства влюблен в школу, расскажет Любовь Пермякова. Можно бы нам через праздника двойки в электронный журналы будете ставить? Мы не знаем. Ну пожалуйста, пожалуйста. А то папа нас тратил ремнями электронами за кашля. Ну ладно, вы получите. Стратики не будут. Учителя пятой школы показывают сценку ученики из будущего. В свой профессиональный праздник они не просто преподаватели, а еще и звезды школьной сцены. Сегодня они срывают не голос на уроках, а бурные овации. Творческие, артистичные и креативные. В этой школе большой и дружный коллектив. Многие из учителей проработали здесь не одно десятилетие. Учитель начальных классов Нелли Митькина до сих пор вспоминает первую встречу с первым выпуском в далеком 90-м году. Сейчас им по 35, наверное, по 36 лет. Хорошие ребята, они никогда не забудутся. Мы работали еще в старом здании. Хорошие такие ребята были. Так они все, все хорошие ребята. Они все потихоньку запоминаются. И дело в том, что даже всех родителей помню. Даже всех помню по имени, по отчеству. Многих даже, ребят, почерк помню. Все храню рисунки, подарки. Поэтому, когда, наверное, уйду на пенсию, буду подарки и рисунки рассматривать. Вы не жалеете вот о выбранном пути? Нет, никогда не пожалею. Бывает, конечно, трудно с современными детьми, но школу никогда ни на что не применяю. В этом году Нелли Геннадьевна снова приняла в свои надежные руки первоклашек. Новобранцы сегодня поздравляют учителей со сцены. В первоклассе даже бабушка была первоклассниками были все учителя. Действительно, первоклассниками, как и в песне, когда-то были все. Кстати, среди виновников сегодняшнего торжества есть и те, кто и сам учился в стенах этой школы. Выпускницы пятой школы. В 2017 году 35 лет, как мы закончили эту школу. Сейчас мы пришли в нашу классную руководительницу Людью Прокопьевну. Наша учительница английского языка Татьяна Федоровна. Учительница математики Светлану Леонидовну. Мы здесь благодаря вам. Для ветеранов педагогического труда сотрудники школы подготовили памятные подарки. Ученики – теплые слова. Я пожелаю им удачи, хороших праздников и выходных. Добра, чтобы хорошо всех учили, до сих пор были такими же добрыми, хорошими. Ну и много чего еще. А как ты думаешь, трудно быть учителем? Да, это очень трудно. Почему? Там столько учеников надо учить, столько всего много знать. А ученики сейчас, на твой взгляд, послушные? Ну, кто-то послушный, а кто-то не очень. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Учителя, спикер регионального парламента Анатолий Мяндин вручил педагогам благодарственные письма и почетные грамоты собрания депутатов НАУ. Учитель – это не только источник знания, это еще проводник в оборудовании жизни. Именно от вашего напряженного труда зависит, каким будет наше молодое поколение. И какое будущее они создадут. Я хочу сказать вам огромное спасибо, огромную благодарность вам за ваш труд, за предстость вашей профессии. В праздничный день поздравления принимали учителя всех школ региона, а это 28 общеобразовательных организаций, в которых обучается более 6 тысяч детей. В школах региона работает 720 педагогических работников, из них 530 – это учителя. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».